Шок-лидером называется отрезок более прочной лески из флюорокарбона, который при забросе берет на себя основную шоковую нагрузку, чем снижает риск обрыва лески или шнура. Недостатком использования шок-лидера является узел, который соединяет его с основной леской. Он может создавать трение на кольцах, собирать пух на выматывании и ломать квивертип. Сегодня в программе мы рассмотрим, как привязать шок-лидер. Шок-лидер В первом же контакте будет просто резаться у нас. Более толстый шок-лидер защищает наш основной шнур от обрезаний. Вторая необходимость шок-лидера возникает, когда нужны сверхдальние забросы довольно больших грузов. Тоненький шнур позволяет сделать дальний заброс, но на моменте непосредственно забрасывания он просто не выдержит нагрузку. И у нас будут постоянные отстрелы кормушки. И третий раз, когда шок просто необходим, это ловля карпа и крупной рыбы, когда на основе используется леска. Леска позволяет бороться с крупной рыбой, сглаживает рывки. Но опять-таки во время заброса на дальние дистанции леска не даст нам возможности сделать силовой заброс. Она будет обрываться. Поэтому вот в этих ситуациях шок-лидер просто необходим. Как я вяжу шок-лидер? Вариантов есть много, узлов много. Я поделюсь своим опытом, который не подводил, скажем, на соревнованиях уже много лет. Всегда им вяжусь. Это вариация на тему узла Allbright. И пока у меня с ним все получается Allbright, и вяжется он просто, как бы это упрощенный вариант узла. Что нам надо? Основа у нас есть тоненькая, скользкая, восьмижилочка классная. И берем толстый какой-нибудь там 18, 15, 20 либров шнур. Он будет защищать нашу оснастку. Итак, делаем петлю на нашем шоке. Продеваем в петлю основную леску или шнур, что у нас есть. И если оригинальный Allbright вяжется в сторону петли, обороты витки укладываются, то я вяжу такой более простой вариант от петли. Гораздо проще это связать. Многие делают всего 3-4 витка. Получается такой маленький узелок. Ну, как-то я привык к гораздо большему количеству. Хотя бы 10 вяжетки. Получается такой длинненький, скользкий узел. Вот, скажем, мы сделали 10-15 витков. И продеваем хвостик в сторону, противоположную той, которую мы засовывали. Вот, продели. И медленно начинаем затягивать. Когда затягиваем, шнур, конечно, надо намочить. И потихонечку, вот с наших виточков в натяжечку, мы начинаем стягивать наш узелок. Не старайтесь просто сразу его потянуть, жестко-резко. Он тогда не будет красивым. Узел очень прочный. Никогда не подводил. И самое главное, что он проходит через фидерные все колечки на кювертипе, не цепляя их. Вот такое у нас получилось чудо. В чем плюс этого узла, что вот эти хвостики можно обрезать просто под ноль. Он никогда не раскрутится. Вот таким образом. Щелк. Самое главное не обрезать основную леску, а обрезать именно хвостик. Очень обидно потом перевязываться. Щелк. Длинненький, узенький, скользкий, великолепно проходящий через кольца. Давайте я, чтобы было более наглядно, покажу, как связать этот узел еще раз, только уже на веревках, чтобы было понятно, чтобы был понятен процесс именно затягивания узла. Итак, для наглядности берем шнурочек и веревочку и покажем еще раз, покажу, как этот узел вяжется. Вот эта веревочка у нас будет тонкой-тонкой восьмижилочкой, а вот эта у нас будет шок-лидером. Видите, толстый, крепкий. На нашем шок-лидере делаем петельку, продеваем в него нашу основную тоненькую лесочку, вот продели, придерживаем и начинаем обматывать наш шок. Так, один, два, три, четыре, пять. Обрайт вышел погулять. Можно сделать очень много, но мы остановимся вот на семи витках, потому что лесочка закончилась, не рассчитал диаметр. Стягиваем, стягиваем и хвостик продеваем в сторону, обратную той, которую мы заводили. Шнурочек тянется, затягивается. И вот, что мы имеем в результате. Вот такой вот скользкий узел. Еще раз повторю, это не классический Allbright, это упрощенная его вариация. Но поверьте, он очень надежный. Если вы сделаете больше витков, он просто палочкой, это будет длиннее. На кьювертип она не влияет и проходит очень хорошо через кольца. Что еще нужно сказать о шок-лидере? Какой длины нужен шок-лидер? Так как используется он для того, чтобы выполнять заброс, то понятно, что минимально это две длины удилища. То есть вы собрали удочку, удочка у вас, скажем, 4,20 фидер, значит, рабочая длина у вас должна хотя бы там 5 метров, а лучше, чтобы две длины, чтобы у вас на катушке всегда был именно намотан шок. То есть две длины, а то и три длины удилищ. Когда нужно длину шок-лидера увеличить, скажем, до 7, 8, 10 метров, когда у вас очень крутая бровка в месте ловли. Потому что если вы бросаете за бровку, делаете дальние забросы, основной шнур будет ложиться у вас на ракушку и резаться. Поэтому в таких местах я использую шок еще большей длины. Какие недостатки есть у шок-лидера? Ну, я бы сказал, основной это ловля в тот момент, когда летит пух. Вроде бы узелок, какой бы он ни был, маленький, скользкий, но на шнуре всегда налипает пух. И вы мотаете, 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 вроде все проходит, и потом на кивер-тип прибегает ваш узелочек. И тут надо быть, конечно, очень внимательным, потому что узел шока очень часто с пухом в сочетании ломает кивер. Ну, это такое неизбежное зло во время, когда цветут тополя. В остальном шок-лидер позволяет спасти очень много кормушек, флетов, и без него иногда просто нереально ловить. Вот, собственно, наверное, и все, что хотел сказать о шок-лидере. Единственное, единственное, есть один момент еще, хочу поделиться с вами. Вот я шок-лидер вязал, да, а дужку шпульки забыл открыть. И очень часто такое бывает на рыбалке, когда на берегу слышен такой, а-а-а, все пропало, жизнь теряется. То есть вы под комарами продели вот в эти сто колечек лесочку, у вас комары искусали, ветер дул. И потом оказывается, что вы, вот как и я, сделали ошибку, да. И понятно, что катушечка крутится, а шнур не сматывается. Народ нервничает, отрезает оснастку, опять продевает. Все гораздо проще на самом деле. Вообще не стоит нервничать, делается это одним движением. Снимаем шпулю, открываем дужку, ставим шпуль, закрываем дужку. Все, все мотается, никаких нервов. Такой себе лайфхак. Для кого-то может смешно, но многие не знают и начинают нервничать. Так что шпуля снята, дужка открыта, все на месте. Теперь точно все про шок-лидер. Если у вас возникнут еще какие-то вопросы на эту тему, то задавайте в комментариях, подписывайтесь на канал, следите за обновлениями. Пока.